Гаджимурадов Рафик Гаджимурадович в Чикаловском колхозе считается настоящим уникумом. Вместо пшеницы и ржи он засеивает свои поля. Овсом без шелухи, белым люпином и сильфии пронзинолистный. А больше всего он гордится тем, что выращивает самую северную сою в мире. Именно чтобы сбалансировать рационы животных, потому что все-таки животные у нас уже высокопродуктивные за 70 тысяч, как я говорил. Чтобы дальше подняться, нужна энергия, нужна сбалансированность рационов. Вот посеял. Правда, год очень неудачный был, засуха. Немножко все равно получили. От этой идеи пока не отказались. Как в Москве тогда заказал семена, и мне сказали, сам рассеет соя у вас будет. Фермер принципиально не берет сельскохозяйственных кредитов. Существует исключительно на самообеспечении, поэтому государственная поддержка для него крайне важна. Поддержка есть, она поддержка. Она нравится, не нравится. Это разные мнения. С вступлением России в ВТО система поддержки агропромышленного комплекса изменилась. По правилам Всемирной организации, страны-участники не могут предоставлять своим сельхозпроизводителям никаких субсидий на ГСМ. А ведь в одной Нижегородской области потребность в дизельном топливе примерно 20 тысяч тонн в год. К посевной компании все хозяйства получат так называемую несвязанную поддержку. Эта мера новая, рассчитывается по количеству гектаров. Субсидии можно тратить по своему усмотрению на закупку топлива, техники или удобрений. Всего в 2013 году колхозники получат примерно 380 миллионов рублей. Для сравнения, в прошлом году на ГСМ выделили 215 миллионов. Ну, нам немного денег дали. Мы очень рады и на днях хотели еще дать. Мы не против. Если дадут, мы не откажемся. Но уж если не дадут, не будем убежаться. В Чкаловском районе к весеннеполевым работам почти готовы. Пять из восьми хозяйств могут хоть сегодня выехать в поле. Тем более, что вот она, новая техника. На весной, на трактор ХТЗ-17-221. В Чкаловске уверены, без госпомощи они бы просто не выжили. Разработанная губернатором Валерием Шанцевым программа поддержки агропромышленного комплекса основана прежде всего на поощрении перспективных хозяйств. Очень серьезная поддержка чувствуется от областного правительства, потому что у нас работают многие программы, которых в стране, в других регионах просто-напросто нет. Вот две недели назад пришли деньги по несвязанной поддержке из федерального бюджета. Они хозяйством отданы. Сейчас только что мне позвонили, пришли деньги несвязанной поддержкой из федерального бюджета. Завтра эти деньги отдаю, послезавтра они в хозяйство. Похожая система работает. По данным рейтинга общественной палаты РФ, Нижегородская область уже несколько лет является одним из лидеров среди территорий с самыми дешевыми продуктами социальной значимости. Варвара Ермакова, Ренат Бегбаев, Объективно ННТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова